привет я иван и вы на канале маэстро барбекю мы с парнями решили поехать на рыбалку вот на таком большом автомобиле сейчас все покажем мы пакуемся едем на рыбалку все как я люблю большой багажник для большой семьи и единство заряжал ночью не убрал провод ты свою техника языки а ну мы чуть-чуть берем уберем всего лишь гриль и стул баллон вот если не возить здесь провода сюда отлично поместится gosh инструмент в тревеллер тревеллер решили взять новый по такому случаю все прикрутил шланг смотрите какие шланги появились мягкий шланг зимой не замерзает и длины здравствуйте 2 метра складываем ну собрались мы свалить с работы до не даются ну и там телефон у меня телефон все можем ехать вот эта ручка делается вот так вот игре становится еще меньше в специально для перевозки в машине куда-то очень удобный чехол его очень удобно закинуть прочего донести ну и конечно же свою любимую креслица это же возьму вообще все чехлы кроме того что они предохраняют то что лежит в чехле они еще сохраняет ваш салон ничего не царапать машина дорогая салон новый светл поэтому все в чехла все удобно и все хорошо а пойдемте голову него и померяем так в коробке не лезет ну и тетелька в тетельках ну класс отсек для гу и не вы но это конечно баловство сюда удобно положить провода для зарядки ту же самую аптечку всю мелочевку сюда бросить и будет очень круто так ну чё а улочки то брать будем или я забыл здесь машин хоть один рыбак среди нас смотрите в комплект идет на кабель для заправки на стационарных пунктах на заправках и также в комплекте идет кабель для домашнего использования с домой приезжаете в розетку втыкаете и погнали сел машину первое что хочется сделать завести привет но электричка не заводится кстати вот это вот электричка электрический автобус но кроме того что он самый быстрый в мире микроавтобус он еще единственный в россии полностью электрический как заводится я просто нажимаю педаль тормоза загорается надпись ready то есть готов и просто включаю передачу нужно отъехать чуть-чуть назад ощущение как будто едешь на тихом-тихом троллейбусе включаешь драйв и в полной тишине ты покатился безумно динамика этой машины я забирала вчера и покатался и ночью катался вечером катался по городу ездил в общем автомобиль огонь возникает вопрос насколько хватает заряда вот заряда в этой версии хватает на пробег 400 километров при том что если вы в городе двигаетесь этого заряда хватит больше чем 400 километров потому что когда вы тормозите происходит обратная подзарядка называется рекуперация то есть тормозя вы заряжаете автомобиль и мне очень нравится где в автошколе учили что либо ты держишь педали правую ногу либо на педали газа либо на педали тормоза то есть вот у меня вот еще с тех старых времен вот такая школа мне очень нравится если я не нажимаю газ машина тихонечко-тихонечко замедляется но для меня это большой-большой плюс но замедляясь она заряжается сейчас в машине 29 процентов мы найдем заправку для этого есть приложение специально где карта зарядок но я специально вчера покатался изучил чтобы сегодня не метаться на ленинградском шоссе зарядим машину нам на это понадобится 30 минут в принципе если вы едете куда-то далеко то очень удобно все равно с детьми выходите пока там водички попить сладенького купить пока все сходили в туалет вот они полчаса на заправке и прошли за это время батарея заряжается до 80 процентов а это хороший пробег когда забирал эту машину спросил блин классная машина а как же я вот там я люблю на юг поехать слушай ну до сочи люди доезжают на такой машине заправки расположены очень комфортно на удобном расстоянии детей высадил погуляли размялись машина зарядилась вообще откуда вообще в этой жизни в моей жизни взялась эта машина я езжу на мерседесе GLS 400 в самой максимальной комплектации машина меня полностью удовлетворяет как-то я приехал МТО и не было человек который продавал мне этот мерседес а этот человек до этого у меня покупал гриль и мы так хорошо подружились я ему пишу и говорю слушай так Денис без тебя Мерседес теперь не Мерседес и он мне скидывает ссылку на телеграм-канал и говорит теперь я вот работаю вот в этой компании это какие-то сумасшедшие автомобили максимально комфортно действительно кожа ну кожа прям кожаная да вот везде кожа вот тут очень мягкий пластик и главное комфортно она едет комфортно и главное тихо Леш тихо едет ну меня точно будет слышно отлично учитывая что я без микрофона да и мы едем в полной тишине три ряда сидений мне как семейному человеку потому что пацаны куда-нибудь могут взять еще друзей соответственно мы садимся едем например сидим на даче сын подходит папа поехали в магазин мы сажаем всех и взем в Макдональдс ну это удобно ехать на дальнее расстояние с такой машиной тоже будет удобно потому что вот второй ряд кресел он разделен там как это называется капитанские кресла мега удобные они регулируются они вентилируются они подогреваются там есть столик а еще там есть массаж у меня старший сын вчера я проехал на этой машине о что за тачка типа о чем мы такую себе купим я говорю нет слушай у нас Мерседес пока мы об электричке не задумывайся потому что я думаю там о своей инфраструктуре которая кстати развивается семимильными шагами и у мэра Москвы есть в планах сделать в каждом дворе по 2-3 зарядки в дворе не где-то там в квартале на улице не знаю в районе во дворе будет 2-3 зарядки для электрических машин это очень круто короче сын сказал пока покатаюсь на стареньком Мерседесе а потом уже будем пересаживаться на китайцы ну в общем сын сел назад включил себе массаж и полчаса не мог выгнать потому что я ухожу машина понимает что ключ у меня закрывается засыпает сохраняет энергию встает на охрану в общем сына пришлось выгнать ну он кайфанул ему понравилось такой пап а давай меня подстрижем Куртим ну ты же не любишь стричься он такой блин ну тогда мы поедем на этой машине я подстригусь ты меня покатаешь туда-обратно я говорю ты хитрый ну в общем завтра специально повезу его стричься чтобы прокатить ребенка в Москву я живу между прочим в 100 км от Москвы я каждый день туда-сюда езжу и детям они прям совершенно четко они прям отслеживают свой комфорт потому что 100 км в школу 100 км из школы это у меня ежедневные маршруты пробеги у меня на машине очень большие GLS довольно таки комфортная машина но вот старший сын прям ну он всячески намекает что пап ну вот как бы вот он даже утром подошел я собирался на съемки потому что мы с пацанами договорились на рыбалку машина то есть все решили совместить ну давай прокатимся я его катанул и поехал даже опоздал да, Лех? да очень нравится управление машиной это единственный автомобиль электричка вот именно вот эта модель электрическая она единственная продаются вот в данный момент только гибриды и вот электричка она еще даже не рефицифицирована ее скоро рефицифицируют она будет прям полностью понятна для нас ребята тут караоке есть то есть управление машиной вытягиваем все меню здесь да обратно оп музыку так взял перелистнул плейлист с этим я еще не разобрался вот этот язык я еще изучаю чуть попозже подскажу что это сейчас немного перестроюсь потому что нам нужно да вот я включил поворотник включилась левая камера она мне показывает что нету кроме того что есть куча системы стабилизации она мне еще показывает что там да вот справа машина сейчас будет по выделенке ехать какой-то автобус он просто пролетит мимо нас и это будет видно блин у меня все тихо у меня все хорошо ничего не скрипит даже вот я не спорю что есть там какие-то марки которые дешевле но это вот премиум сегмент это там как бентли как мерседес хороший майбек да у них там крутые крутые блин ну даже дерево трогаешь дерево оно реально крутое дерево не просто там что-то залакированное там видно дерево тут прям структура дерева ощущается оно такое тепленькое ну вот когда трогаешь пластик и дерево ну это по-разному машину как уже рассказывал брал у знакомого мне постоянно звонить ну как я нашел косяк какой я говорю музыка говно он говорит ты в настройке лазил я говорю нет остановись залез бак залез я говорю слушай извини ну ладно музыка нормальная потом еще что-нибудь найду слушай айд не работает такой блин ну сделай то подстрой подстрой под себя он говорит мы тебе отдали прям машину с заводскими настройками чтобы ты мог все подгонять под себя вот сейчас смотрю там напротив Лехи машина увидела что сидит пассажир он уже включил медиа экран у пассажира медиа экран там караоке фильмы все что хочешь есть там все ну это круто да Леха ну тебе интересно потыкать да я вас жду когда я потыкаю то я снимаю и снимаю хочется потыкать все Лех я нам с тобой удочки забыл пацаны только себе взяли пока они будут рыбу ловить мы тут потыкаем мы тут потыкаем что мы интересное пневмонастройки все управляется вот отсюда это блин ну это классно машина сконструирована таким образом что у меня нет слепых зон я вижу все то есть стойка мне не мешает она убрана настолько далеко и там есть окно через которое все равно все вижу то есть я максимально отдыхаю за рулем не напрягаюсь и очень удобное сидение вот для меня раньше самая крутая посадка в машине была у гелика для меня гелик это городская машина которая очень юркая безумно удобная диванная посадка где ты можешь просидеть целый день перемещаясь по городу и тут так же я прокатался ну я прям много прокатался уже забирал 24 часа назад наверное часов 10 я в ней уже провел я ни капельки не устал двойные стекла двойные я видел такое наверное лет 8 назад на ауди я покупал это как доп для своей машины то есть сказали вот за это надо платить ну окей ну вроде как потише а тут штатная комплектация идут двойные стекла прикольно мне нравится у этой машины бесплатный транспондер на все платные дороги у нее нет налога у нее нет ТО и я вот считаю сколько я буду экономить купив эту машину то есть у меня пока психологически я не готов на электричке ездить хотя у меня уже так подламывается мое сознание я в месяц трачу 30 тысяч на платную дорогу на солярку я трачу тоже очень много ТО машина у меня частая тоже стоит денег а тут этого нет ты должен менять всего лишь колодки заливать эмывайку и раз в год менять салонный фильтр все обслуживание автомобиля я считаю что это мега круто Лех, сколько у тебя ТО стоит? ну наверное тысяч двадцать вот а у меня стоит 60 60 тысяч я меняю солярку да, хорошо раз в 15 тысяч тут вообще этого делать не нужно парковка бесплатная блин, ну максимально круто она всегда ускоряется то есть нет такого, что там после 100 км в час она ускоряется чуть-чуть нет, она всегда прет вот нет вот этого, да, провала вообще нет, то есть ты нажал и вот разгоняется пока ты жмешь ну наверняка есть ограничения я не любитель высоких скоростей мне вот эта вот история 200 км там мне она не нужна меня интересует разгон там от нуля до 100 вот динамика разгона мне очень интересна то есть я понимаю кладем стрелку только на тесте угля, да? да, вот брикеты положить стрелку на второй круг, это наша тема, да мясо феерично пожарить, чтобы все полыхало это вкусно, но как бы в определенный момент когда я пересел уже на немецкие автомобили когда уже пересел с японцев у меня пропала тяга гонять ну это условно тем, что у меня уже дети у меня жена, у меня куча ответственности да и как бы хочется в машине уже просто кайфовать и отдыхать кстати, вот я заметил, мы едем ты говоришь на камеру, смотришь вперед и люди вот сбоку, они так подсматривают что за машина, так начинают разглядываться довольно таки вызывает внимание она нереально крутая мне, вот мне она очень нравится хотя выглядит как семейный минивэн вроде бы ничего, ну как бы ничего обычного но это семейный минивэн, блин, необычного, точнее а как бы, люди смотрят и им интересно что такое новое, что-то появляется ты не думаешь, что мы с тобой просто красивые? ну, я тоже когда остановились, кнопочку P нажимаете она встает в паркинг закрываете дверь и можно идти заряжаться приложение Россети где я? вот она я вот она выбираем мне нужна джиби тдс но тут надо показать пойдем покажу тут два разъема для медленной домашней зарядки и для большой промышленной зарядки машина зарядится за 30 минут на 80% ну, прямо указано джиби тихо блин, зараза, тяжелая иди потрогай ну, потрогай это прям, это нифига не женское удовольствие потрогай она прям ну, чтобы все не говорили, что я там ой, ой, ой да? там провод, видимо, есть ну, конечно, тут кабель такой да, оставляем да, оставляем вставляем для щелчка и в приложении прям пошло у нее 120 кВт час пойдемте теперь покажу, что в машине происходит то есть на панели показывает через сколько она заряется полная зарядка час 30, но это средний берется час, она высчитает на самом деле 80% от заряда общей батареи будет, ну, где-то через 25 минут потому что полностью не разряжена была заправка рядом, вкусный кофе рядом идем пить кофе 81%, поэтому отключаем отключаем выходит с трудом, потому что все герметично все хорошо вставляем закрываем садимся в машину и поехали смотрите, перед нами поехал китаец прям вылитый GLS а если да, в область идет точно догоним сейчас нажимаем настройку ставим все, это самолет вот тот китайский бренд, не знаю как он называется Леха говорит, какой-то ли но вот все-таки воя он такой ну вот он знаете, вот он чем-то мне напоминает может сказать, он такой монументальный, да все-таки вот эта вот галочка такая прикольная, офигенная прям не, за логотип отдельный да очень красивый и потом покажем, он еще на капоте то есть да, ну мы сейчас идем снимаем сейчас мы съездим пообедать на рыбалке половим рыбы потом заедем на работу разгрузимся еще сделаны вечерние подсъемки которые будут очень красивые у него нереально крутая морда у этого автомобиля и нереально крутые задние фары я понимаю то, что все вокруг оборачиваются да, Лех? вот заметил? все вокруг пока стали заряжали все подошли пока грузили грили подошли и спросили то есть, ну реально машина очень крутая динамичная сейчас съехали с Лехой разговаривали Леха говорит как рулится говорю, рулится офигенно во-первых, тут пневматическая подвеска пневма, да, которая регулирует а второй фактор по дну идет батарея она тяжелая тут центр тяжести внизу и машина максимально устойчивая я еще не устаю, да, повторять о том что у меня у самого домашняя машина максимально комфортная максимально напичканная всякими системами ну вот тут я утверждаю что вот тут ездят даже что-то круче мы сейчас едем по платной Ленинградке это М-11 дорог, которая ведет от Москвы в Петербург и тут строитель беспилотный автомобиль смотрите смотрите насколько он классно проходит испытания ну вот прям я когда езжу домой я всегда их вижу они прикольные подожди а там кто-то есть вообще Леша он сам едет прикинь то есть куча датчиков куча всего а интересно руль держит? нет держит руль или нет? съехали снова на дороге теперь я выбираю настройки автомобиля захожу и включаю внедорожье и теперь машина подымается для того чтобы ехать по бездорожью чтобы не цеплять не ищем ну очень круто на мой взгляд прям заметно как она подымается но пока подымается можно потихонечку начать движение и она плавно без всяких звуков просто едет несмотря на то что это самый быстрый автобус блин даже тут он проезжает прям едем на природу в полной тишине по бездорожью но очень-очень круто так и Продолжение следует... 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 Type-C, да? Type-C и USB. И USB. А что вот тут? Ну, сюда что-то можно положить сыпучее, например. Не знаю, там, орешки, монетки и так далее. Что дети очень любят, либо какие-то развлекухи. Откроем полностью люк. Открываем полностью люк. И дети едут, наслаждаются прекрасной погодой. Мне еще очень нравится, что у этих сидений ломается подголовник. То есть, когда хочешь спать, положил голову, у тебя не болтается. Иногда едешь, едешь, мышцы шеи расслабляются. Голова так падает, ты просыпаешься невольно. А это поможет с комфортом не засыпать всю дорогу. Климат также есть и для задних пассажиров. Вот видите, отсюда все туда задувает, продувает. Там свои же есть зарядки. Зарядка отдельная. И отдельно у заднего пассажира есть свой подстаканик. Тоже очень удобно. С двух сторон опоры для рук подлокотники. Ну, прям, ну, прям силы поехал. Я бы на таком куда-нибудь сгонял бы в Краснодарский край. Идем жарить мясо и ловить рыбу. Ну, рыбак, я себе, такой себе, я даже удочки забыл. А вот эти двое молодых людей взяли. У тебя что, Саш, уже? Уже две подъемки были, где-то сошло. Вот такая же. Вот с таким глазом, да? Ну, все, разжигаем гриль и погнали. Ну, собственно, разжигаем гриль. Открываем баллон. Открываем крышку. Видите, новенькие. Включаем регулятор в режим поджига. Все. И ждем, пока он прогреется. Как только прогреется, буквально 10 минут, чтобы все обгорело, будем жарить. У нас сегодня изумительные колбаски с овощами, с хлебушком. Будет очень вкусно. Максимально приближенный к реальности ролик. Рыбалка, гриль, мясо, дружеская компания. Хотите, я вам покажу, как я общаюсь с Тихоном? Вот, смотрите, я ему пишу, у нас съемка Тихона немножко занят. Тихон мне такой. Не знаю, что вы снимаете там съехаем, у меня три вида песочного печенья и ведро вареной сгущенки. Не знаю, что вы снимаете там съехаем, у меня три вида сгущенки. И вот, может, мясо, он не берет, блин, и скидывает, как ему хорошо. Так что, в общем, ждем 10 минут. Видите, как удобно помыть овощи в походных условиях? Купили овощи в пакете, максимально экономите воду, чтобы открываете воду и наливаем воды в пакет. Так расходуется намного меньше воды и очень-очень удобно. Так, помыли. По мне, вот, это самые вкусные помидоры, не знаю, почему они называются ростовские, наверное, в Ростове растут, но вот с такими пупочками, они максимально по вкусу насыщенные, они прям пахнут помидорами, они миссисные, кисло-сладкие прям, очень всем рекомендую. Грязную воду выливаем, теперь огурцы. Пакеты не разбрасывайте, пакеты, они, природа их очень долго перерабатывает, поэтому помыли, что там поболтали. Все, готово. Огурцы готовы. Кабачки, кабачки я переложу, потому что мне нужен один сухой будет пакет. Водички. Чистый кабачок один, чистый кабачок два. Нарезаю кабачки. Кабачки в сухой пакет и пусть лежит. Растительное масло. Прямо в пакет, чтобы не пачкать руки, хорошо все. Залью. И вот так вот сошел. Все перемешиваем. Оставляем на 10 минут, пока гриль прогреется. Кстати, в гриле уже 300 градусов, заняло буквально 5 минут. Я хочу, чтобы все обгорело. Мало ли какие-то там технические масла или еще что-то попало. Пусть здесь минут постоит. Пока глянем, что наши рыбаки делают. Ты видел, видел? Шарик. Чего? Подлещик, да? Иду на это. Зажим возьму, операцию на привести. А там и того же пусть не стоит. Ты его туда-сюда гоняешь? Я его жарить не буду, он маленький, Саш. Да нет, сейчас отпустим его. Такой красивый, красноперый. Ну, гриль совершенно точно готов, уже можно жарить. Кабачки. Вываливать из пакета их туда не надо, потому что в пакете прям много масла, оно может просто загореться. Ничего страшного не будет, внизу все равно есть лоток. Ну, лучше вот так по одному аккуратненько достать. Видите, сколько масла осталось. Но, зато, аккуратно, все без посуды, я все смешал. Такой лайфхак. Помидорки, смотрите, какие вкусные. Они уже грунтовые, но еще тепличные. Я вас уверяю, они прям очень вкусные. Смотрите, какая зрелая середина. Прям. Ну, извините меня. У тревелера есть три крючочка. Щипцы, лопатки и щетка всегда будут висеть и всегда будут под рукой. А для перевозки я их клал внутрь вместе доской. очень удобно. Мы купили готовые колбаски и перед приготовлением добавьте немножко растительного масла для того, чтобы они не прилипли. Прям совсем чуть-чуть. Кабачки прям зажаривать вот так, чтобы они разваливались. Я вам не рекомендую, это невкусно. нужно делать их аль-денте чуть-чуть хрустящий, тогда это будет вкусно. Хотя, если нравится, что я вас учу, дорожаривать. Делайте так, как вам нравится. Правильно, так, как вам это нравится. Колбаски. Четырех видов. Она сказать, четыре человека к каждому по-разной колбаске. А вот колбаски на этом гриле я вам рекомендую жарить на минимальном жаре. Если будете жарить на максимальном, ну, он выдает 300 градусов. У вас все подгорит, полопаются, а внутри они будут еще и сырые. Вот такие развороченные колбаски. На минимальном жаре совершенно спокойно их поджарить. И этому грилю совершенно не нужен непрямой жар. Непрямой жар это когда под продуктом нету топлива. То есть, жарится за счет конвекции, которая охватывает весь продукт. Идеальный гриль. На минимуме справляется со всеми режимами. Смотрите, на минимальной температуре все хорошо прожаривается, поджаривается. Когда будет аппетитная корочка, просто в самом конце я дам жару, но зато ничего не полопалось. Все соки внутри, весь вкус останется внутри. Поэтому рекомендую жарить на минимальном жаре. Соколи с тех сторон, чтобы прям прям вкусно-вкусно было. Пацаны уже вернулись с рыбалки, сейчас буду их кормить. буквально три минуты и буду выключать газовую горелку. нас четверо, лаваш на четыре части, чтобы было удобно его делить. У нас два лаваша, так что на всех хватит. отправляю на свободные места, выключаю грин, и пусть так постоит, буквально три минуты. Мы сейчас поедим, соберемся и пойдем в Москву, еще покажем, как эта машина выглядит на закате, какая нереальная подсветка у нее снаружи и внутри. Вот кабачочки, прям огонь? О, прям хорошо остренький. Вкусно. Собрались, смотрите, теперь тревлера положил по-другому, все поместилось. Если компакт все сложить, ну вот прям можно до потолка все сложить. Места очень много. Едем мыть и снимать в сумерках. Очень красиво будет. в сумерках. В сумерках. В сумерках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok